Сегодня мы хотели вас оповестить о том, о чем мы молились. Мы сейчас ждем нашу машину, которую специально купили для благовестия. Вы сегодня слышали, я на Златоуста проповедь, слова должны подтверждаться делами. Ну и так понятно, но если я буду говорить, а с крыши не буду слазить, так и говорить, то что будет? Мы слышали, что Христос уходил, то последний наказ его был, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Но перед этим сказал, сидите в Иерусалиме и ждите обитованного Духа Божия, чтобы облечься силою и будете мне свидетелями до краев земли. Вот этот монастырский устав 10 дней был, от Вознесения до Святой Троицы. Если человек не облечен Духом Святым, вот как зайдете у нас в храм, и направо, где печка стоит, там из римлянам написано, если Дух Божий живет в нас, Он оживотворяет нас. Насколько нам это удастся, мы не знаем. С завтрашнего утра сегодня мы уже делаем погрузку, машина, видимо, вышла. Специально для этого мы купили машину. Машина легковая, грузовая, как называют, раньше называлось РАФИК, а сейчас ГАЗЕЛЬ называется. Грузопассажирская. Грузопассажирская. Значит, это она берет 7 человек, включая шофера, и грузоподъемность 900 килограмм. 950. А? 950. 950. Ну вот, понимаете, какое дело-то? Мы уезжаем, уезжаем, все вымеряем, грузоподъемность, расстояние. Не могу никак, все расчеты делаем, продукты, взяли канты, сколько взять муки, сколько там крупы, все. Мы посчитали, у нас примерно, вместе с вареньем, почти 180 килограмм будет. 180 килограмм на 5 человек и собака, Сережа, чтобы ночью насевать будем в степи, где-то таить, все это уже самый лучший вариант сохранить себя. Ни о какой милиции речи не надо, милиция нас не ждет нигде, с таким грузом и прочее. А от них только книг мы берем примерно 720 килограмм. Понимаете, какой груз? Это только на одну поездку 20 дней. 20 дней. В один конец у нас получается больше 2000 километров. Только в один конец. На поездку подсчитали на горючее требуется примерно 30 тысяч рублей. Как это у нас удастся? И все, Господь помог, нам машину достали, благодарение брату Игорю. Он посадил такую машину. Мы мароковали зарубежную, советовали, и наконец вернулись опять к тому же самому. Она отечественная, жрет много корма, осел этот. Но лучше ничего не нашли. Так что по благословению брата Игоря мы купили машину. Батюшка осветил, все. Сейчас едет Николай Кручина. Мы подготовили, загружаемся продуктами. Почти перегруз. Но первое же селение мы скидываем сразу 40 килограмм. Еще 40 килограмм. У нас вопросов настолько много, что я поднимаю руку, Господи, совсем ничего не знаю и не понимаю. Как людей сохранить? Четыре человека работают на большие села. Будем в большие города, до миллиона город и выходить. Ну у нас порядок какой? Первую очередь мы выходим в библиотеку, где-то встречаемся с архиереями, дарим книги. Мы нынче, если Господь благословит, мы закупили новые заветы у братьев Гедеоновых. Речь идет о многих тысячах новых заветов. Где-то еще книги есть. С баптистами получили детей хорошие. Я прислал сюда лени. Давали вам здесь? Нет. Как нет? Завтра, наверное, раздадут. Я сказал, что вы раздадут. Специально получили. Своими книгами мы рассчитались с ними где-то. Мы вполне обеспечены всем. Нам нужна помощь молитвенная и поддержка. Вот через брата Виктора, кто желает помогать денежками, только на горющее. У нас продуктов полно. О, книги есть, Евангелие есть, Новый Завет есть, пригласительные вот эти. Раздавать только. Одни пригласительные у нас обошлись примерно в 30 тысяч рублей. Наклеивали, сколько проще. В общей сложности 80 тысяч приглашений. Это что-то. Мы можем сказать, что в православии, вот как мы делаем, никто никогда не делал, и я думаю, и не делает. Это сектанты те делают, но не так. Потому что у них мощнейшая поддержка миллиардеров, у нас только Господь. Бабушки, пенсионерки, и все помогают помаленьку как-то, и уже деньги на горющее. Вот представьте, я сказал, посчитали шофера 25-30 тысяч. Собрали сколько? 2 тысячи. Пока сидели, говорят, 4 тысячи. Кончилось, когда уже собрание-то сколько? Да, говорят, уже 24 собрали. Ну, только руками сплеснешь, какой же народ-то у нас добрый-то. Мы едем, а впереди полная неизвестность. Нужна нам молитва будет днем и ночью. Вот представьте, дождь идет, лежишь в постельке, а где наши братья? Вы будете видеть ночь темная где-то. Я думаю так, мы будем уходить с трассы где-то в лесополосы, под тропинком, и наблюдать. Если нас видят, успеть готовить до вечера, поесть, засыпать, залить, и как только темняется, открываемся в другое место, где нас не видят. Если они заметили, придут, нас там нету. Ну, я просто, я знаю в этих органах, как работают, как находят, людей уничтожают. И если только случайно, на нас кто-то натолкнется. А так нас, ну, мы бодрствовать будем. Это у нас и постель с собой, и питье должно быть, и горющее запасное. Ну, брат купил он инструмент какой, я просто уже так открываю, перед Господом все. Все это большие деньги. И Господь все это устроил. У нас все есть. Завтра, если Бог благословит, в 5 утра мы должны тронуться отсюда, в 5 утра. Мы приезжаем там, благословляемся, там нас ждут Игорь Третьяков и Сергей с собакой. Все у нас готово. Мы план пока не открываем где, но мы будем выходить на вас. Мы не хотим, чтобы нас перестревали. Но в каждом городе будем искать архиерея. Конечно, порядок такой. Мы выступаем, зовем людей ко Христу. А потом куда ходить? В храмы московской патриархии. Больше мы никуда звать не можем. У нас ничего нигде нет. Заметьте, патриарх Кирилл понимает это дело. Он не делает. Он не может делать. У него другой чин. Но он говорит, состояние, которое в православии, это духовные развалины. И выходите на дороги, идите проповедуйте. Православие затухает и может кончиться при нашей жизни. Вообще православных не будет. У нас, говорит, время на раскачку нету. Вообще нисколько нету. Все. Мы жили. Сектанты все захватили уже. Почему работает? Я не знаю, правды нет. Мне сказал Виктор Николаевич вроде бы. В Корчино, там какая-то бригада, причиняков, будто бы ее отдал в аренду китайцам. Правда или нет? То что? В аренду отдали китайцам. Кто сказал вчера? Я не говорю. А кто это мне сказал? Кто-то другое. Ну, вчера мне сказал кто-то. В аренду. То есть, во всей стране сегодня арендует. Китайцы уже 25 миллионов там. Постоянную местожительство дают. Вот в этом году, считая, до октября месяца будет перемены. Нет. Самый большой срок 2 года. Россию делят на части между другими государствами. Народ изжил себя. Земля пустеет. Никого нигде нет. За время перестройки было допущено 120 миллионов абортов. Нация самоуничтожается. Это большое государство. 120 миллионов. И поэтому нам не надо думать ни о большинстве, ни о чем. Мы просто выполняем поручение Господа. А как оно будет? Какие результаты? Кто обратится? От меня не зависит. Поливающий, наслаждающий ничто. Так как мы чувствуем эту опасность, я хотел попросить у вас всех прощения. Простите меня ради Христа. Я виновен. В чем я виновен перед вами? Надоедал, говорил. Потом может что-то припомниться. Дальше. Я уезжаю. У кого есть ко мне какие претензии, пока я не уехал, выскажите, чтобы я мог исправиться. Я уехал в Варнауле, это все сказал. Мне ждать нечего, мне 74-й год пошел. Прямо скажи здесь, никакой обиды, ничего нет. Я просто благодарен буду. За собой я все не увижу. У нас тут разговор в последнее время был. Но я слышу отголоски-то. Хорошо, что я плохо слышу, а то бы я больше наговорил. Насчет десятины. Возник разговор, нашли какой-то энциклопедический словарь библейский, что вдовы не платили в Израиле. Такую бредню гонят. Безбожники. Да вдова пришла, где лепты положила. Вдова устыдила всех. Христос Божий сказал, не надо, не надо. Ты вдова, иди со своей лептой домой. Вы что, не понимаете, что? Вдова относится к народу Божию. Она народ Божий. А Господь говорит, проклятим вы, проклятим весь народ. Почему? Старшие не стали платить десятину, и вдовы не стали платить. И поэтому проклят весь народ. Он не сказал, что вдовы-то они не виноваты, они не прокляты. Платит нищий, который около храма собирает. И за того, кто он обязан заплатить десятину. Я не нуждаюсь, чтобы мне платили. И никогда мне не заплатит никто. Напоминаю, что с первого дня, у меня 50 лет нынче будет 27 сентября. Я положил на сердце платить 9 десятин. И так протянул до сегодняшнего дня. Это знает только вот, по Надежде Васильевне рядом. Она меня прозвала великий экономист. Экономия вся шла до дела Божия. Так что вы делайте, как хотите, платите, не платите. Я высказал все. Мы сегодня вспоминали. Ну, мне кто-то рассказывал. Уезжал здесь был такой метрополит. Он был тогда архиепископ Гедеон Докухин. Он 13 лет здесь был. Но тогда епархия была не Барнаульская, а Барнаульская, Новосибирская, Красноярский край, Кемерово и Тува. Это одному принадлежало, епископу. И он 13 лет был епископом. И когда выезжал, в Тобольске был, и он выступил и сказал, я 13 лет служил здесь. Ни одного священника не нашел, чтобы нормально было. Все вы лицемеры. У меня, говорит, один человек только был, который мне правду в глаза говорил. Мы как-то сидели, а я вот так, а батюшка говорит, отец Аким, я забыл, что он там. А я вот так по животу похудел, говорю, с такой-то утробой, куда вы пойдете? Батюшка говорит, я испугался, думаю, вот это да. А я его звал на проповедь. Он бывал добр, а бывал и суров. Но когда пришло, он припомнил все это. Какие наши обличения, недовольства, это все уйдет. А результат добрый, покаяние, если мы вызвали это ударом кристаллу, искра вышла, это придет для вечности. Вот это все кончится. Где мы будем? Тому месту конца не будет никогда. Мы это делаем ради Господа. Он повелел, и я иду. Я его люблю, моего Господа. А удастся или нет, это уже от меня не зависит. Все, Бог возвращающий. Нам нужно, чтобы Бог взял нас под свою защиту. Вернемся, мы не вернемся, это тоже не играет никакой роли. Мы были верны. Все, с нами вместе едете вы. Вы не думайте, что вы сидите. Ты молишься, ты с нами. Ты помог чем-то, ты с нами. Вот она стоит. Она что-то принесла. Этот сегодня... Где-то меня... Не вижу, матушка-то, ладно. Та тоже прибежала, что-то принесла. Мало того, меду еще дала. А теперь, ну, поваленечку будем, глядя на ночь-то. Кто-то советует, как от мошкары, от комаров какую-то, лаванду там. Что можете говорить, и мы примем. Ну, у нас совершенно неизвестно, опыта никакого нет. Вот осенью, если я буду прощаться, я скажу, нужно было брать вот этого больше, вот этого меньше. Нужно выезжать было раньше, а вечером темняется, представьте, будет длинный промежуток ночи-то, а зажигать свет нельзя, нас обнаружат. Мы будем в темноте читать псалтырь про себя, молитвы, сразу поставить, вставать всегда в 4.40 на молитву. Помолились, мы занимаемся чем угодно, шофера не трогать. Он должен быть бодрый и отдыхать. То есть мы, в общем, уже знаем, как. Накупили 5-литровую, там, кастрюлю, большой чайник, сварили решетку, на которой взяли пилу, где будем дрова заготавливать, а в холодное время, там, какой-то прибор есть, там, газ, палатку, там, ну, что можем? Нам кажется, что мы делаем правильно, а на самом деле, может, надо было что-то не так делать. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Благодарим вас за просмотр данного видео. Ставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Колокольчик будет давать вам возможность узнавать о новых полезных видео на нашем канале самыми первыми. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!